Скидываю это в одно, ну вот как, например. Еще, кстати, вот это вот, своеобразный геморрой. Ты как сумасшедший себя ведешь, только мне, конечно, не говорили. Спасибо, я озолотилась на своем вторсырье. Трачу, наверное, минут 15-30 в день на то, чтобы отсортировать, помыть что нужно, разделить это как-то. Вторсырье я складываю вот в этот ящик. Специально я в выдвижной положила, чтобы мне было все видно и удобно складывать. Здесь у меня мягкий пластик, так называемый, то есть разные пакетики. Вот. Здесь фольгированный, то есть такой, ну, с блеском. Отдельный пакетик. Есть еще всякая мелочевка типа трубочек, ручек, бритв. Такое вот я в один уголочек складываю, потом это все по мелочи вот вывожу на разные мероприятия, в эту субботу, например, повезу. Лет 6 назад в моем дворе, где я жила, появилась сетка аналогичная этой для пластиковых бутылок, и на ней был изображен мальчик, который держал планету, и было написано «Пластик разлагается 100 лет». И эта информация вот так вот мне как-то отложилась в память, потому что раньше я этого не знала, и с этого как бы вот начался мой путь в раздельном сборе отходов. Есть родственники, которые, в общем-то, вот так вот, зная о том, что я, например, сортирую, насколько я глубоко этим как бы занята, они все равно вот так вот все собирают в одну кучу и выбрасывают, и какие-то еще находят оправдания. Я, конечно, да, не понимаю этого, особенно если структура есть рядом с домом, а человек вообще никак ей не пользуется, то есть берется, скидывает в одно, ну вот, например, тут яркий пример. То есть, несмотря на то, что стоит сетка для пластика, человек не потрудился поделить на два каких-то пакета и что-то кинуть в контейнеры, что-то в сетку для пластика. И вообще, насколько мне известно, вот такие контейнеры предостаточно для строительных отходов, а не для бытовых домашних. Хочу еще отметить, что если вы сознательно гражданинно и сдаете бутылки на переработку, то лучше всего их перед этим сжимать. Вы их можете в объеме уменьшить раза в три, и, соответственно, контейнер будет наполняться медленнее. И машина, которая имеет выхлопы при работе, будет в три раза реже заезжать к вам во двор. Вот мое мусорное ведро. Мы примерно, наверное, раз в 6 месяцев его выносим. Оно не содержит в себе остатков пищи, оно не пахнет, и, соответственно, оно может стоять до бесконечности. То есть это именно то, что уже, я знаю, мне в Казани на переработку не сдать. Например, какие-то блистеры от батареек. Они, как правило, не маркированы. Не маркированный пластик твердый не принимают, к сожалению. Может быть, упаковка от игрушек. Вот такие тоже фигурные, вот такие выдуванные какие-то пластиковые формы тоже часто не маркированные. Соответственно, никакой переработчик у меня их не возьмет на переработку, не заберет. Те же самые, допустим, творожки. Они пакуются почему-то все в самую разную упаковку. То есть, как производитель себе придумал, так он и запаковал. Вот тут, например, 6. Это полистирол, ПС. Вот. Если мы возьмем, к примеру, такой творожок. У него здесь написано 5. ПП. Полипропилен. Вот. Крышка здесь. Вот. Цепап. То есть, составная с применением бумаги. Пап, как пейпер. Вот. А здесь циферка 90. Это означает, что пластик с фольгой. То есть, многослойная упаковка. И вы представляете, вот в каждом таком творожочке, сколько типов материалов используется. И все это надо разделить. Иногда приходят в голову такие мысли, почему бы не унифицировать упаковку для определенных продуктов. То есть, например, все йогурты кладем только в параллепропилен, а крышку только в фольга плюс пластик. Бывает вот так по мелочи. Говорят, например, ой, ты что, пакетами не пользуешь? Я говорю, нет, я стараюсь не покупать, не брать бесплатные пакеты. И зачем это тебе надо? Ну, они разлагаются долго. Это не экологично и, ну, просто лишнее в моей жизни, я так считаю. И мне говорят, ну, а что ты одна изменишь? Ну, хорошо, это не экологично. Ну, ты одна, эти миллион купят этих пакетов вот так вот. И что дальше? Я говорю, ну, вот от того, что миллион человек думает, что он ничего не решает, вот это все и происходит. Знаете, о чем я тоже часто думаю? Что если сделать эти пакеты платными, хоть сколько-нибудь, хоть 30 копеек, все равно расход их уменьшится, я думаю, в разы. Потому что люди рачительные, люди такие экономные будут приносить с собой из дома. Потому что, ну, реально, мы же один раз вот положили туда три луковички, донесли до дома. Он же не порвался, ну, чаще всего не порвался. Просто когда я узнал, что мои отходы будут жить дольше, чем я, я просто уже, мне тяжело что-то выбросить. То есть я, допустим, если кидаю мусорку, я думаю, так, это будет жить и после меня застанет моих детей, внуков, правнуков. Какие-то вот эти мысли вертятся в моей голове, я уже не могу. То есть как-то я вступила на этот путь однажды, и мне уже тяжело с него сойти. Даже если мне очень лень, если мне все надоело, я думаю, ну, зачем я так заморачиваюсь, опять мою этот пакет. Ну, не могу, почему-то вот уже не получается. То есть то ли уже дело привычки, то ли действительно совесть не позволяет, не знаю. Как-то вот кажется мне, что я помогаю планете, помогаю миру, помогаю людям. Здравствуйте. Можно вам сдать алюминиевые баночки, да. Раз в месяц, наверное, да, примерно приходим. Вот, конечно, можно и дворовые сетки сдавать, но тут удобно, что все сразу, как бы, я три вида сдаю. Ну, на сортировку тратится примерно рублей 200. Ну, это чтобы отвезти, потратить там воду, моющее средство. А получаешь, ну, рублей 30, 20. Спасибо, я озолотилась на своем вторсырье. 28 рублей, можно купить чупа-чупс. На наших волонтерских акциях бывает до полутора тысяч человек. Кто-то к нам не ездит, кто-то еще в какие-то пункты заезжает. Ну, то есть, ну, можно прикинуть, что тысяча три. Но на город-миллионник, конечно, это, конечно, смешно. Да, это капля в море, наверное, или три капли. У нас, как бы, реализована, да, система дуального сбора в городе. Но, как вы видите, здесь ни одной наклейки. Даже если они нет, то они, может быть, там где-то у стеночки. То есть, фактически, никакого даже самого простого разделения нет. Вот. А гораздо эффективнее было бы, конечно, если бы было разделение, ну, хотя бы на, допустим, пищевые отходы и все, что с пищей не прикасалось, допустим. А в идеале вообще раздельный сбор такой, что вот сюда картон, вот сюда определенные пластики, вот сюда стекло. И все бы это эффективно перерабатывалось. Это, конечно, мечта любого экоактивиста, любого экологиста. Мы призываем в первую очередь делать то, что вы считаете возможным. Например, отделять бутылки. Если вы считаете, что это вам несложно, вы делаете это. Если вы считаете, что в батарейке можете специальный контейнер бросить, делайте это, это прекрасно. Если вы можете сдавать одежду на благотворительность, делайте это, это классный шаг. То есть пусть будут лучше миллионы людей, которые делают маленькие шаги, чем будет пять человек, которые сортируют 100% мусора. Все, что вы выносите на мусорную площадку, оно не исчезает и не испаряется в воздухе, оно продолжает жить на этой планете. В широком смысле слова планета и есть наш дом. То есть когда вы что-то выбрасываете, вы загрязняете свой дом. Эти чипсы, например, человек съест за пять минут, а разлагаться упаковка от них будет не меньше ста лет. Если, конечно, ее не дать на переработку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok